В зале, я смотрю, есть много ребят. Вообще, какой год рождения у вас? Это вообще даже не 20-й век, это 21-й рождения у всех. А кто успел в 20-м пожить-то? Последний ряд успел, а кое-кто на первом. То есть 18-й есть ребятам всем. Вот я был признан в армию в вашем возрасте. Вообще, в наше время бытовало такое поверье, что необходимо пацану уйти в армию со своим годом. Поэтому наше поколение сразу не стремилось поступать в вуз, где автоматически накладывалось бронь. И, соответственно, при окончании вуза уже молодой человек 23-25, уже шел в армию стариком, и не хотелось быть подчинением. Как вы знаете, была такая возрастная иерархия в армии у нас. Ну, в общем, все старались уйти в своем году. В 18 лет я закончил училище, пошел в рабочий завод, и мне там наложили бронь. Соответственно, этого я никак не хотел, и не хотел вот мои ближайшие друзья. А я всю жизнь хотел... Вообще, с детства я любил технику, и всю жизнь хотел, чтобы меня направили на обучение. Тогда еще военкомат отправлял на спецкурсы, на разные там, на связистов, на водолазов, на водителей отправили. Я хотел, чтобы меня отправили по водителям. Я откалывал военкомат, мне все отсылали обратно. Нет наборов, нет наборов. Ну, я пришел очередной в военкомат, говорит, есть набор. Я говорю, куда? Паршютистам пойдешь? Я говорю, а там, говорю, водителям научат, там тебя всему научат. Отучился здесь в Куац, соответственно, добился, чтобы с меня сняли бронь. Ушел я в армию. Пришел в армию, в учебное подразделение. Прибалтика такая, есть местечко Гайжунай. Сама природа там такова, что там круглый год сырость. Призвался я осенью. Холодина была страшная. В казарме было не больше 5 градусов. И у всех была одна мечта, чтобы когда распределение по войскам было, куда-нибудь в теплые края. Вот когда было распределение, у нас в расположении построили, называют мою фамилию, говорят, распределение Фергана. Вот не представляете, какое счастье было. Ни о чем вообще мысли никакой не было. А если Фергана, то, соответственно, уже пересыльно как пункт. А тут уже ехали туда. Была отправка с Прибалтики. Был такой жуткий холод. Это 28 апреля было. Летели мы на самолете 11 часов с пересадками. Ну, не с пересадками, а... Дозаправка. Ну, кто там войска, там уже солдаты выгружали. Прилетели мы в Фергану в 1 часов вечера. И когда открылась рампа самолета, мы думали, попали в рай. Птички поют. Такое тепло. И вот самое, по-видимому, цветение цветов, такой запах нас отвезли в расположение. Когда утром встали, там полк находился на территории... Нет, наоборот, наверное. В полку были рассажены фруктовые сидеревья. Мы утром проснулись, думали, попали в рай. А у солдата две мечты. Это как? Поспать побольше и поесть поплотнее. Других мыслей у солдата нет. Ну, еще от работы юнит, конечно. Вот, месяц на пересылке были. Были караулы. Природа прекрасная Фергана. До сих пор я общаюсь со студентами. И глубокое уважение у меня к узбекам. Потому что настолько... Как сказать? Были 90-е годы, да? Поменялось мировоззрение. И... Я не знаю почему, и в Таджикистан, и в Узбекистан было неспокойно. Я всегда удивлялся. Когда местные жители видели солдата в форме, у нас был пост от части до... Там автопарк был. Где-то минут 20 идти. У нас разводной. Мы троем идем. Вот мы до поста доходили, у нас были полные руки. Кто навстречу попадался? Это виноград, арбуз, дыня. И вот у нас даже в парке были места, где там это... Ну, все это дело мы хоронили. То есть от смены к смену передавали. То есть отношение было у местных жителей, узбеков вообще исключительное. Я никогда не забуду, у меня теплые воспоминания. Вот я говорю, когда сейчас я с узбеками общаюсь, вот рассказываю. Они в общем-то верят, не верят, не знают, но вот таким образом. Вот через месяц через месяц мои командиры меня снарядили. Я один был. Все, давай, езжай. Ну, поехали, поехали. Вот никакой мысли там вообще не было. Я знал, что я попаду, поеду туда. То есть я сдал, думал, быстрее бы этот период настал, чтобы все... Ну, пришло к своему знаменателю, я приехал на место и уже как бы никуда не спешил, не торопился. Первый раз, когда мне посадили на самолет, я захожу на борт, а там пограничники и особисты. Говорит, ваш вами билет. Я говорю, нет у меня билета. А ты как же так за границу собрался без документов? Меня обратно отправили. Я к командиру подхожу, я говорю, ой, ено, я забыл сейфи. И вот три дня, там через три дня борт летал, три дня я был и не там, и не тут. То есть я три дня был предоставлен сам себе. А у нас в полку был бассейн, была офицерская столовая. Я жил, вот эти три дня я никогда не забуду. прилетел, посадили на третий день самолет, прилетел город Баграм, как я потом уже узнал, я не знал, куда я речу. Наша войсковая часть находилась на, там вообще Баграм это военная английская база, раньше была, и наш полк находился на одной из рулежек. То есть вот взлетка, представляете, да, вот взлетка, и от нее отходят рулежки, где, скажем, парковались самолеты. Вот одна из рулежек у нас была наша, наш полк. И для меня было удивительно, самолет, когда приземлился, он подъехал к полку, развернулся, и прямо рампой встал к КПП. То есть я ухожу, никого нет, стоит солдат, называет мою фамилию, я говорю, да, пошли. Еще так просто и обыденно думаю, ну за границу прилетел, за границу. Мне показали мое место, раздевайся по пояс, пошли в столовую. Причем там форма одежды была такая, что жарко, ходили в столовую по пояс одетый, котелок и полотенце. Обязательно, это обязательно. Жили в палатке, палатка общоармейская была, температура на воздухе градусов 50, в палатке градусов 70. Кровати, если представляете, были эти металлические дужки такие блестящие. Прислонишься и обжигались, получили ожог. Вот еще уточните, поскольку тоже в тех краях служил, вот в этом козелке во фляжке носили яндак этот напиток из колючка. Колючка, да. Ядовитый, горький, противный, но только он позволял в течение дня не испытывать жажду. И как антисептик был, да. эту гадость пропал с большим удовольствием. А йодов мог ли быть? Причем, как вы заметили, у нас в полку стоял здоровенный чан и специальный человек, дневальный это был, специальный человек ходил по территории, небольшая, за территорию полка и собирал эту колючку. Постоянно вот там все варилось и варилось и варилось. Вы заметили правильно, если старший офицер остановит тебя и покажи во фляжке какая у тебя вода там. Если будет у тебя простая вода во фляжке, ты наряд точно схлопочешь. Обязательно должна быть колючка. Но мы к ней потом уже привыкли к этому отвару, что как чай, как чай пили. Вот. Ну вот так я попал и в Афганистан. Определили меня взвод ВХЗ такой, взвод химической защиты. Да, забыл сказать. Учебное подразделение, которое находил в Прибалтике, закончил. Я обучался как механик-водитель БМД, боевая большая десанта. Служил я ВДВ воздушно-десант войска. Вот. Когда попал туда в Афганистан, меня определили взвод химической защиты. Там это было новое вооружение. Это был как если пацаны знают, что такое РПГ-7, РПГ-9. Ручной гранатомет. А это было на базе этого ручного гранатомета, но только с коммунитивным зарядом. Я почему-то говорю, я чуть дальше покажу. Вот. Там вот это оружие было неэффективное. Там не было бронированной техники. Первое время, наверное, месяц-три мы ходили на операции, а потом наш взвод стал как хозввод. Стали привлекать на работу. не берут и не берут. А мне товарищ батальон служил. Это боевой батальон. Я с ним говорил, я говорю, а что это, как это у вас это самое? Он был механиком. Слушай, я говорю, я хочу с БМДшки слезть. А да, приходи к нам. Я говорю, конечно, давай. то есть вот у нас с взвода вдвоем мы написали аэропорта и перешли уже в батальон. Зам комбата у нас был, если помните, лебедь Александр Иванович, который был губернатор Краснодарского края. Впоследствии вот он погиб. Если кто слышал, знает. Крутой мужик. Любил солдат и никогда не ходил сзади. Вот это было, наверное, уже если летом, да, ну где-то ближе к осени я уже перевелся в батальон, в боевой батальон и тогда уже вот мы с операцией, можно сказать, не вылезали. Все, в последующий год я уже служил механиком-водителем боевой и десантной машины. Ну давайте вот с операцией не вылезали. Вообще, надо, конечно, у залов будет спросить, кто знает про афганскую войну, но одно точно известно, что в афганской войне не было таких крупномасштабных операций, как во второй мировой, там, Курская битва, прорыв блокады Ленинграда, Сталинградская битва, они ведь носили очень локальный такой характер, но бесконечный. Вот что такое война в Афганистане? Это ведь не глобальные битвы, но при этом это от 13 до 15 тысяч погибших, при этом это десятки тысяч раненых, искалеченных, на всю жизнь искалеченных, это гигантские разрушения в самой стране. Как происходило это, то, что называется битва? Вообще задача нашего подразделения, нашего полка, и, наверное, и всех полков было, это обеспечение охраны караванов, обеспечение жизневажных объектов, это мосты, реализация оперативной информации, которая поступала, это прочёска кишлаков, ну, в общем-то, вот к этому всё сводилось. Вот скромно, да, всегда, вот те, кто воюет, они всегда потом рассказывают, давайте так, предметно, вот у вас медаль на груди, что за медаль и за что? Медаль, это за боевые заслуги, это чисто солдатская медаль, кстати, дошла на меня уже на гражданке, когда я уже демеризовался, работал на заводе, через звонкомат учили. ну, вручена она за проведение операции, за участие в операции, выведение подразделения, которое попало, говоря, говоря вашим языком, не в очень удобное положение. В общем, был блокпост, который, ну, который практически уже не существовал, там порядка, наверное, 15-17 человек было, техника была уже вся побитая, самостоятельно выйти и им было уже невозможно. нас две роты направили туда на вывод, причем машины наши были пустые, за по одному, ну, там, понятно, людей надо было возить, если мы с тобой брали, взяли бы еще и бойцов, то им уже садиться некуда было. То есть минимальное количество, скажем, силы мы практически без потерь вывели это подразделение, ну, вот, за что, да, я, в принципе, и даже и не знал, что наградные были, ну, вот, узнал тогда, когда уже был на гражданке. В общем, удачно была проведена операция, никто не погиб, всех вывели и живых, и раненых, ну, из тех, кто там был, они все остались живы. Вот. Аплодисменты. Все живы. Давайте я вам... Хочется, да, вот, понятно, не все так грустно было, в основном, в основном был один позитив. Вот то, что осталось, ну, то, что было плохое, как обычно, все забывается. В основном, как-то вот, жили, ну, все, молодые, может, дети были, да, пацаны, 18-19 лет, у всех энергия, у всех юмор, и, в принципе, никто там, нос не вешал, никто там, никуда не собирался там бежать. как-то раз, я помню, мы поехали, что-то поехали на какую-то прическу. А обычно как? Идет колонна, натыкается на, скажем, засаду, да, чтобы не было потерь, вызывает вертушки, вертушки обрабатывать территорию, и колонна идет дальше. А поехали мы, недели на две. Заезжаем в Кишчлак, соответственно, там досада, мы остановились, и моя машина остановилась как раз вот на перекрестке улиц. Мы стоим, ждем, вертушки работают, и я так кираем глаз, так смотрю, а мы, когда выезжаешь на долгое время, такие ящики из-под 120-ки гаубличные снаряды есть. Ну, вот, видели в кино, зеленые большие ящики такие, да, мы их на броню привязывали сзади, и туда грузили, супаек, там, котелки, ложки, это все стояло наверху. Ну, стоим, ждем, там, когда вертушки отработают, и вот, краем глаза смотрю, как-то уже это, и вроде команда уже вперед, и вот смотрю, как-то там, что-то такое мелькнуло, ну, и дальше уехали. Приезжаем вечером на стоянку, все, ужин, встали, есть охота, умыться охота, улезаем, смотрю, ни одного ящика нет, только дно привязанное к броне, сзади меня товарищ, говорит, стоял дух, оказывается, стоял дух, из гранатомета пульнул, в меня-то не попал, а попал в эти ящики, и в этот вечер мы остались голодные и холодные. Вот, к вопросу о позитиве, это, наверное, общий вопрос, и, решает, Решат Рифулыч, к вам, вообще, как-то, есть такая особенность, я заметил, вот, как-то, вот, когда попадаешь в зону боевых действий, потом выходишь, проходят годы, и это действительно, что ли, особенность такая, что остается позитив. Я вот помню, вот я в 12 армян ПВО просто служил, которые воздух обеспечивало, много было ужаса, но почему-то вспоминается тоже веселые истории. Чеченская компания, четыре раза там был уже как военный журналист, но почему-то вспоминается только веселые истории, хотя ужаса было немало. Вот, а вы были участниками непосредственно боевых действий. Вот это действительно особенность психологии человеческой, или это особенность психологии человека, отслужившего, участвовавшего в этом ужасе, что он отсеивает, может быть, даже хочет отсеять максимально негатив и оставить в голове позитив. Сергей Ильич, давайте вот и про чеченскую, и про вагонскую. Пока, Сергей Ильич, дадим немножко передохнуть, чтобы собрался с мыслями. Но, на самом деле, скажу очень серьезный момент в отношении того, что, сейчас вернусь к ответу на вопрос, но, то, что Сергей Ильич говорит, вы, наверное, все видели фильмы, когда едет БМП, БМД, на которых служил Сергей Ильич, обычно люди сидят сверху брони. Видели? Сверху, сами машины. Причем, потому что, здесь правильно было сказано, что их коммулятивный заряд, он обычно им не нужен был, но те люди, которые на них нападали, он им очень нужен был. То есть, и они этими снарядами пользовались. И, по большому счету, если идет подрыв боевых машин, то обычно машину подбрасывают. Все, кто оказывается снаружи, они, ну, в основном, остаются живыми. Все, кто находится в РУ-3, ну, такое тоже бывало. с открытыми люками, под брони. И поэтому, Сергей Ильич, так довольно просто все это рассказывает, но в отношении того, что, представляете, то есть, те люди могут покинуть машину, а он уже покинуть машину не смог бы, то он остался бы внутри этой машины. Это первый момент. И поэтому, рассказывая об этом, он об этом немножко умалчивает. Поэтому здесь вот именно героизм был и решимость человека, который знал прекрасно и понимал, что останется в этой машине, что бы ни случилось, он принимал решение, что он будет водителем и будет именно водителем БТР или БМД и так далее. Но в отношении, о чем сейчас Леонид Георгиевич сказал, на самом деле, всегда вспоминается только позитивное, наверное, человеческая память такова, что, что бы ни случилось, как бы плохо, наверное, не было бы, ужасы каких-то действий, любых, наверное, начинаниях, на самом деле, вспоминается в основном со временем, проходит время, время лечит и вспоминается в основном какие-то такие веселые истории и, наверное, само свойство психологии человека, что вспоминает только самое хорошее. Все плохое, оно как-то уходит, забывается, даже, это вот сейчас Сергей Иванович вспоминает, поэтому в основном все хорошее, то, что какие-то ужасы были, они, наверное, были и никуда они не денутся, поэтому сегодня отдельно будет чаепитие, то, что проводит ректор, просил вам, на самом деле, передать большую благодарность за участие в этом мероприятии, Ильшат Равказович Гафуров, и вот именно чаепитие, когда у нас 11 участников боевых действий на территории Афганистана, 11 человек, работают в университете, и вот во время этого чаепития как раз будут вспоминаться те люди, которые, или частично что-то плохое, и то без плохого, наверное, будет вспоминаться только то, то, что некоторые, как у нас говорят в свое время, братья, или говорят наши коллеги, по-разному все это бывает, что остались там, на территории боевых действий, но это все время вспоминается, и чем больше мы их помним, тем они дольше остаются живыми. Я здесь пока тоже мы с ним собираемся, на самом деле у меня вот тесть похоронен в Тарлышах, Лавичский район, и вот как-то убирая его могилу, ну, прибираясь давно-давно, это было уже, и регулярно сейчас приезжаю туда, и рядом находится такое заросшее, такое заросшее, где-то в глубине, в глубине этой кладбища находится. Смотрю, стоит звезда, звезда, все, я подхожу, и все заросшее, такое все неубраное, плохое, просто для вашего понимания, я как тоже ветеран боевых действий подошел посмотреть, мы думаем, может быть, Великая Отечественная война, так заросло. Оказывается, паренек, 19 лет, участник афганской кампании, погиб, и кладбище прямо находится, ну, вернее, могилка находится в тюрьме кладбище, и вот его очень долго ждала мама, ждала-ждала, переживала, что он не пришел, и тоже не смогла пережить потерю сына, поэтому вот могилка на таком неубранном и таком неухожем состоянии, поэтому сейчас я каждый год туда выезжаю, когда там родительское поминовение, и всегда стараюсь вот эту немножко могилку убрать, чтобы, ну, чтобы была память, и человек уже оставался, и такие там трогательные слова написаны, поэтому даже сейчас не буду здесь говорить, чтобы ребенок до слез не доводить, но в отношении того, чтобы просто было осознание, что паренек 19 лет поехал и не вернулся, таких было много, и у нас, я говорю, 11 человек, кто прошел Афганистан, но вот вчера общался, перед тем, как будем награждать 30-летие вывода, и они остались живы, их наших 11 человек, наших сотрудников университета, кто там был, и вчера я переговорил с руководителем отдела амбицированной подготовки и призыва, Евгений Борисович Челноков, я говорю, вы, наверное, там тоже были, он говорит, я желал, на самом деле, поехать, тогда это было почетно, я желал поехать в Афганистан, но меня не взяли, он служил, как помните, в фильме «Брат-2», он служил при штабе, то есть он служил в боекомате, но его, я говорю, а тогда что, он говорит, у меня была такая миссия, когда приходили цинки, то есть с убитыми солдатами, мы должны были организовывать все эти мероприятия, и здесь, на самом деле, наверное, здесь Сергей Геннадьевич не даст мне обмануть, что проще быть на территории боевых действий, принимать участие, или когда ты эти цинки встречаешь и передаешь их родным, когда их родители видят и видят твои глаза, они же не видят то, что там происходило, они видят, что их родной ребенок, 18-19 лет, пришел в цинке и остался, и этот человек передает. Я поэтому, Игей Борисович, не знаю, что лучше, что хуже, но ваша миссия очень была сложная. Поэтому, Сергей Геннадьевич, дальше вам слово. Может быть, даже будет правильно, кстати, вот про миссию и про эту тяжелую участь. Из своих воспоминаний, вот военные диспетчеры частично набирались из состава супруг тех, кто летал в воздухе, это очень жестокая картина, когда ты видишь, что женщина ведет военный самолет, который сбивают, а там ее муж. А потом, эти вот груз 200, то, что называлось, потому что 200 килограмм, общая упаковка была, 200-300, это действительно отдельная страница и очень печальная, и трагическая во всей этой истории. Может быть, продолжение того, что вы сказали, как бы это пафосно ни звучало, но это, наверное, надо сегодня сделать. Давайте все-таки минутой молчания вспомним этих ребятишек. Они действительно были такие молодые, светленькие, в наших дворах жили все, а потом их не стало. Присаживайтесь. Сергей Геннадьевич, Вам слово. Да, затронута эта тема, они не очень приятны, не всегда хочется вспоминать об этом. Действительно, сопровождение цинков, никто не хотел ехать. Хотя, все хотели в отпуск, все хотели побывать дома, наверняка, наверняка, кто-то, и был сопровождение, они всеми путями до дома добирались. Ну, в общем-то, все на это закрывали глаза, отпуск был немножко, ну, не отпуск, а вот командировка, продлялась, и, в общем, командиры закрывали на это глаза. Хоть день, хоть два, старались побыть. Но, еще раз повторяю, что никто не хотел быть в сопровождении. Вот сейчас говорят, груз 200, груз 300-200, да, у нас был второй или третий призов, у нас не было такой нумерации, у нас была нумерация 34-й и 54-й. То есть, 34-й это погибший, 54-й это раненый. Да, кодировка. Если говорить на эту тему, то одной из самых больших потерь было это, когда приходил новый призов. Помню себя, когда попал на эту территорию, когда были первые боевые действия, ощущение реальности терялось. Такое ощущение, как будто это происходит не с тобой, это как будто сон. И вот те действия, которые Е, не нужно делать, они, ну, непроизвольно они делались, и поэтому из нового призыва, как правило, процентов 10-15, на первых боевых операциях почему-то полегло. Вспоминается, не забывается, вернее, один из случаев тоже был новый призыв, была оперативная информация, операция «Однодневка» была, поехали на прочёску. Неинтересно? На прочёску. Боевая группа зашла с одного тыла, высадила, как назывались у нас, кто бегом пешими ходил, пехота, это курки назывались у нас. Курков высадили с одной стороны, бронегруппа зашла на другую сторону и ждала выдавления, ну, когда они выдавят на нас, если там находились духи, да, они должны были выйти на нас. там кто-то их, по-видимому, предопредел, кислак был пустой, они вышли на нас, ну, всё, стали собираться, рассаживаться на машину, а была, ну, весна-лёсень, не помню, прошёл дождь, и были лужи. Стояла бронегруппа, и они изъяли к чеслаке две пластиковые мины чехловатские, они вот такие вот, вот такие вот, небольшие, там только осколки вот так вот, нарезанные. Причём эти мины, у них особенность такая, их взвести можно, разменивать уже нельзя, то есть ликвидировать. И вот зачем они их притащили, непонятно, опять же говорю, да, молодой призов, инструктаж, не слушали, там, я не знаю, инструктировали их, вот он в РД, в рюкзак положил эти две мины, ну, соответственно, шли, вот так ставит БМДшка, обходили лужу вот так вот спиной, и он поскользнулся вот так вот, и спиной, это всё было буквально, вот метров, наверное, двадцати-тридцати. Произошёл взрыв, его разметало, вообще его собирали по кускам, то есть из-за молодой глупости погибло ещё восемнадцать человек. Это о чём говорю? О том, что это новый призов. Когда уже обкатывались постепенно, да, к новому призову, призову, да, практически потери уже не было. Как только, да, и всё приходило, опять, опять так же проходило. Большое количество погибали из-за собственной глупости. Кто-то найдёт снаряд от АГС, это, если видели, да, ручной гранатомёт АГС-17, такой он. Одна у него особенность, это много, много не разрывались они. И при чём там, вот где капсуль, не капсуль, а где взрыватель, он такой блестящий, и как вот такая прорезь, как саморез. И вот хотелось кому-то открутить всегда это. Ну да, да, да. Либо, ну, глупости можно перечислять бесконечно. Вот одна из них. То есть процент в 30, наверное, погибал вот по своей глупости. Сейчас много, наверное, да, вы слышите, обсуждается вопрос, за чьи им туда ввели Лоскайя, зачем столько народу гибло. В 89-м году, когда Ельцин подписал указ о выводе, в 79-м, все стали себя винить о том, что мы зашли на другую территорию. Сейчас муссируется уже другая версия, что зря мы ушли оттуда. По моему мнению, что сугубо эта, эта компания была, не только не зря. Она, во-первых, сохранила наши восточные рубежи, потому что, вот я говорю, у нас был третий призов, а первый призов, это, по-моему, после Альфы туда вошла 56-я ДШБ, десантно-штурговая бригада. Когда они вошли, американские самолеты покружили над Кабулом и улетели. Что это значило? Это значило размещение ракет ближней дальности, это Томогавка, у самых границ тогда еще Советского Союза. И все те разговоры и доводы, это все было зря, зря были, погибли люди. Я вас уверяю, что это было не зря. Это была действительно патриотическая акция о сохранении наших рубежей. Иначе Томогавка у него срок, дальность действия, по-моему, полторы тысячи километров. То есть, представляете, да, что было бы сейчас одни американские базы у нас вокруг России. И тогда еще было под боком вот такое. Серьезный момент, Сергей Иванович, продолжу, наверное, да. На самом деле, когда мы обо всем этом говорим, должно быть понимание быть того, что цените и берегите мир на небо, на самом деле, над головой. Все, что проводилось, все, что проводится сейчас или в истории нашей страны, мы почему-то всегда смотрим на те же самые американцев, на всяких там операций и так далее, по фильму все это показывают, они очень любят это пропагандировать свое. Но самое главное, чтобы понимали, что именно крепкость России, сила России, в том, что именно вы ходите над мирным небом, не летят самолеты, не летают снаряды, потому что я разговаривал с разными людьми и кто был в Югославии, и кто в Сирии и так далее, и к чему говорю, страшные вещи, дети гибнут, люди гибнут, это все очень страшно. И здесь, наверное, очень серьезный момент касается, параллельно переходя к другую немножко к другую теме, вот мне в этом плане нравится семья Арифа Меденовича Межведелова, у него сын закончил своими юрфак, мог дальше идти учиться в магистратуру, где он сейчас и учится, но он сказал, папа, я принципиально хочу сходить для себя как мужчина, как воин, хочу сходить в армию, и он собрался и пошел в армию, потому что сейчас все равно те вещи возвращаются, и мужчина должен все равно служить и прийти настоящим мужчинам, здесь об этом Сергей Иванович очень серьезно сказал, но как солдат, у солдата не возникает вопросов, куда тебя посылают, ты идешь, выполняешь свой долг, поэтому, наверное, Сергей Иванович, к этому, наверное, все и было, в отношении того, чтобы было понимание, где мы живем, что такое Российская Федерация и наша Родина. Да, там другой мысли никакой не было, вот говорят, сейчас испытание патриотизма, там, там, там не было никакого расхождения, там была, начинали нас воспитывать с октябрят, мы и октябрята, мы и пионеры, мы и кемсомольцы, потом, кто поступал в партию, то есть, все это было сделано не зря, была идея, была цель, и отступить от этой цели, от этой идеи, это не высокие слова, сейчас говорю, не возникало даже никакой мысли. Как-то, 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 ну, были перебежчики, вот так, во время, когда служил, по разным причинам, либо в плен брали их, либо, ну, не знаю, там, один-единственный случай был, что какой-то солдат с какого-то полка перебежал на сторону банджахедов, это были собрания, обсуждалось это все, но в душе у нас было, действительно, это не какой-то формализм, да, а как же он так мог поступить, как же он мог предать нас всех, вот это было действительно так. Поэтому, поэтому, поэтому и в наше время все стремились отдать долг, когда приходили с армии, вот так отдыхали, все, жизнь началась, простор открытый. А вот еще один, ну, к счастью, не историкам задаю этот вопрос, потому что они в конец запутались, спорят, там много идеологии, вот, опять же, это касается, наверное, того, что происходило в Чечне в ходе двух кампаний, само собой, очевидно просто, этот вопрос сегодня дискутируется, самое главное, вот он среди молодых людей очень активно возникает, когда, когда эта тема всплывает, если она всплывает вообще, я надеюсь, что все-таки обсуждается немножко, хоть что-то из нашей истории, вот мы выиграли или проиграли? В последнее время очень активно навязывается мысль о том, что и там, и там мы потерпели поражение, и вышли оттуда просто потому, что выхода не было, и вторая чеченская кампания была зря, потому что можно было на первое становиться, и все это, в общем, зря, соответственно, зря те люди, которые погибли, соответственно, зря те, кто сейчас вот искалеченный, раненый, инвалид, и зачем государству теперь нести за это ответственность, за этих людей, вот тут целая философия строится потом на оценке того, что произошло в конце, ваша точка зрения, какая? Самое интересное, нас, или история нашей страны все время, зря они или зря, большинство зря, и так далее, но, например, касательно нынешней ситуации, нынешней политики, никогда не говорится в отношении зря буря в пустыне, не говорится зря в отношении Югославии, не говорится зря в отношении Ирака, не говорится о других каких-то точках, а то, что у нас, почему-то немножко это все передергивается и совершенно по-другому преподносится. Я поэтому здесь всегда призываю и говорю именно наших ребят, потому что вас, наших студентов, я очень люблю и уважаю за их именно мышление, наверное, вот как многие так говорят, хотя по большому счету именно за то, что вы умеете думать, и всегда, чтобы именно оставались патриотами России и понимали, что все, что делается, делается именно для россиян в России. Поэтому то, что было противодействие, именно шли против, вспомните наши фильмы, вспомните, это большинство фильмов еще основано на реальных событиях, посмотрите, «Афганский излом», «Девятая рота» та же самая, масса про нынешние снимают там про Аргунское ущелье, то есть всякие разные фильмы, еще говорю, все основано на реальных серьезных событиях. И здесь на самом деле ребята, которые противодействовали радикальным, различным исламским теоретическим организациям, которые шли для того, чтобы просто убивать, взрывать. И на территории Афганистана тоже таких было масса всяких разных теоретических организаций. и поэтому именно понимание того, что когда наши граждане России именно противодействуют международным террористическим организациям, стоят на страже рубежей нашей Родины, я всегда думаю, только с этой призмы, с этой точки зрения должно восприниматься, что это люди герои. Спасибо. Мне нравится еще один афоризм, да, Российская Федерация вторгается в страну вероломным способом, строит дома, школы, детские садики и уходит. Вероломно уходит, вероломно уходит, да. Кстати, тоже важная тема, исторически ее мало кто знает, что Советский Союз в Афганистан, начинающий со времен Ленина, вкладывал колоссальные средства, и интеллектуальные, и финансовые, и ресурсные, то есть там все, что там построено, построено Советским Союзом. Да. Там причем Советский район есть, вот в Кабуле есть Советский район. Приезжаешь туда, вот я два раза там был, но это один в один СОЦгород, да, мы ездили с советником, приехали, заехали на БМД, точно такая же пятиэтажная панелька, полисадничек, выходит гражданский человек, такой, как будто реальность потерял, выезжаешь оттуда и все уже по-другому. Ну и может быть в завершении, хотя есть ли вопросы? Да. Все-таки нужны вопросы. Да, У журналистов ум пытливый. Спасибо. Добрый день, меня зовут Юлия Маркушина, второй курс телевидения. У меня такой вопрос, вот когда это проходишь все на уроках истории в школе, тебя это как-то не очень сильно впечатляет. Когда я посмотрела фильм Балабанова «Груз-200», я думала, что я, наверное, спать не смогу больше никогда. И у меня такой вопрос, вот как вы, насмотревшись всех этих ужасов, просто приехали и продолжили жить дальше. Вот что вам помогло в тот момент? Вы понимаете, я вот сейчас это, наверное, понимаю, что создание человека сформировано таким образом, что оно способно обновляться. Тогда, ну, тогда это было в порядке вещей. Потому что без этого, ну, конечно, было и страшно было, и грустно, и все эти негативные чувства, но оно было неотъемлемо тогда. Потому что все прекрасно понимали, у всех оружие, оружие заряжено. Если оно заряжено, оно должно стрелять. В кого стрелять? В того, который в тебя стреляет. Зачем в него стрелять? Чтобы он тебя не убил. Логика была проста. А вам потом не снились какие-нибудь ужасы? Снилось сейчас расскажу, как все их бывает. Немножко совершенно по-другому. Снилось не то. Снилось как бы быстрее домой уехать. Сейчас вы воспринимаете ту действительность, которая была тогда, воспринимаетесь с нынешней позиции. Понятно, что я поэтому говорил, что вы, люди думающие, должны немножко рецеперспективу, то есть взгляд, немножко видоизменять по то время. Объясню, как. Смотрим, что американские фильмы, они возвращаются к боевым действиям. Помните знаменитый фильм про Вьетнам, доброе утро, Вьетнам, все остальное, то, что вы видели. Человек там негатив. Человек негатив, вот он все же там делает, то есть они там за деньги воюют, то есть финансовая составляющая. Они возвращаются и начинается вот это все постоянно негатив, 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 и нас сейчас пытаются в это все втянуть. В Советском Союзе немножко ситуация другая была. Человек отслужил, я ключевой момент, который именно сама подготовка шла, отслужил. Здесь Сергей Иванович правильно сказал, ключевой момент был вернуться домой. Ты возвращаешься домой и тебя уже встречают там как героя, то есть ты вернулся с армии, со всеми лычками, с парадной формой, военным альбомом, до сих пор это все красочно, потому что у меня двоюродный брат мой старший тоже служил в Афганистане, поэтому его там вся семья собиралась, целый стол накрыт, все это собирается, все там хлопают, все его чествуют, девушки рядами там выстраиваются поцеловать щечку, что он какой молодец, возвращается. И вот это, наверное, позитив, это волна позитива не в негативе вечном житье, а вот именно то, что его семья приняла, то, что начинается, он говорит, о, приходи на завод, на завод пришел, я думаю, Сергей Иванович тоже принимали там с ура, о, тут герой там отслужил, молодец, давай, давай, там комсомольская организация, все это в общественную работу, все это втянули, и он сразу в этот позитив окунулся, и психология человека такова, что многие вот эти страшные моменты уходят назад, потому что появляются более яркие ощущения, более яркие впечатления, и человек вот в этом радости, в заботе, ключевой момент общества, потому что все, очень многое зависит от общества. У американца свое, у европейца свое, у нас было, и я думаю, со временем все равно вернется свое, и момент в отношении того, что именно ваша поддержка, то, что как вы это принимаете, эту информацию, как вы это все перерабатываете, по большому счету пережевываете у себя в голове, и то, что идет даже 9 мая, подойти, просто пожать ветерану руку, подойти, там девушке подсылать щеку, мужчина, парень, подошел, спасибо вам большое за вашу победу, за нашу победу, за то, что мы есть. Также ребятам, афганцам подошли, просто сказали спасибо слова, добрые слова. Это уже его поддержит, и будет только плюс в его ощущениях, и то, что общество его поддерживает. Вот. Спасибо. Спасибо. У меня не было ни альбома, ни дебетка чемодана, а меня сняли в позиции. Добрый день, меня зовут Шакирова Камила, первый код журналистики, и у меня вот такой вопрос. Было ли среди вашего круга случай самострелов? Чуть не помню я. Нет, не было. Да, да, суицидов. Суицидами, цитов. Вот это на самом деле очень хороший вопрос, сказанный, потому что, вот еще раз говорю, нынешнее время, немножко совершенно по-другому. Сергей Иванович вам сказал, что человек приезжал, даже человек-перебежчик, казалось бы, да, там, не знаю, там, искал он лучшие доли, там, не знаю, что он там искал, но в отношении того, что даже не возникал момент, не возникал момент, что ради чего-то нужно себя лишить жизни, потому что тебя дома ждали. Ключевой момент, тебя ждали дома, ты вернешься, и все вот эти дивиденды, по-русски говоря, да, когда он же не просто так же шел, он корыстно шел в Афганистан. Шучу, да. В отношении того, что на БМД ездить смертника вот на этой машине, просто сами осознайте страшность ситуации. Смертники, потому что по-другому он оттуда бы не вышел никогда. То есть, если что случилось бы, то, что там гранатометом бы снесли эти ящики, а если бы чуть пониже гранатомет прошел бы, или фугас сработал бы. Поэтому, вот о чем вы сейчас говорите, эти моменты сейчас кто-то выискивает, выкапывает их, пытается их найти, но тогда, это время, когда даже об этом мысли не возникало в отношении того, что ты отслужил, ты отошел, все, вернулся живо и здорово. Там, понимаете, там сама обстановка, как бы, мысли не допускало. Ну, мы же все равно там ходили под пули, да? И себя заранее лишить жизни, да и не идти. Ну и, конечно, с нами были замполиты, идеологи, конечно, работали с нами. Кстати, тоже было очень интересно. Забыли упомянуть, был очень интересный институт советской армии. Это не реклама армии, кстати, это воспоминания замполитов. Их потом обругали и в истории как-то сравняли со всеми нечистотами. Но эти мужики, да, во-первых, они на равных участвовали во всех боевых действиях и во всех учениях и так далее, что происходило. Во-вторых, они действительно настолько много работали, чтобы себя психологически разгрузить. И вот, если я не ошибаюсь, но, во всяком случае, в 12 армиях ПВО точно, это две боевые армии, и 40-я армия, основная, которая в Афганистане, непосредственно его боевые 10, там случаи дедовщины фактически отсутствовали. Я не помню точно вот такого. А ведь автомат в руках, можно замочить любого, кто тебе не понравился рядом. Но вот эта армия замполитов обеспечивала все-таки устойчивость психологическую, психическую, чтобы ты сам себя или соседы... Причем, понимаете, как вы заметили, дембилизм не было. Когда вот в полку не ходили на операцию, соответственно, по иерархии там страстно-служащие, там средний черпак, тут было, как всегда, и сейчас, наверное, есть. Дембилизм не было. Когда выходили на боевые операции, старики всегда были впереди. Молодых... Я говорю, как призыв, да, молодой. Молодого всегда назад. Сначала это старики, потом уже все за ними молодежь. Здесь уже была, соответственно, обратная иерархия. Вот таким образом. Ну, и еще тогда есть вопросы, задумались, Слава? Если будет резкий сигнал, а то мы завершим. И ваш вопрос останется до следующей встречи. Я немножко о другом в отношении того, что сейчас сегодня еще, извините, перебил. Сегодня как раз наши студенты еще, плюс ко всему, участвуют в открытии памятника афганцам. А вот я как раз по этой хотелось бы вопрос. Где памятник участникам афганских событий в Казани? Потому что из Татарстана, даже в день, когда ввели войска в Афганистан, ограниченный контингент, как его называли, посла Советского Союза в Афганистане поменяли на первого секретаря Татарского Комопартии, то есть туда Табеев уехал. То есть Татарстан вообще был представлен там очень широко и своими солдатами, своими офицерами, и послом. А памятника до сих пор не было. Вот что с памятником-то? Сегодня же открывают насколько я знаю в Парке Победы там место было, потому что до последнего этого держался в таком в интриге, я поэтому насколько не в курсе. Вот сегодня ребята наши поехали, сегодня как раз о коме еще не вспоминал Межидилов Арифа Евгеньевич во главе с ним и Свинограда и Юрий Владимиров они все поехали сейчас в нашей делегации присоединилась в республиканской делегации и они поехали открывать данный памятник. Насколько я знаю, что в Парке Победы там отдельное место, ну место наверное именно Парк Победы ключевой момент, что сам самый момент, что именно в идеологии и заложенности Победа. Спасибо. Самое время сказать вам спасибо. Поздравить вас и долгих лет жизни. Вам спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok